привет друзья сегодня 25 октября 19 день войны в израиле вчера 24 октября по центру израиля было два мощнейших залпа целились террористы как обычно в бен-гурион ну и конечно же в центр центральной города страны но основная их цель это бен-гурион сейчас пол второго дня пока что все тихо единственная сирена была вдаль отель кармель в центре страны пока что тихо и это хорошо очень надеюсь на то что так и будет и дальше хотя кто его знает вчера также было тихо 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 потом мощнейший зал был по центру стороны я был сейчас в сервисом центре по машине мне надо будет на следующей неделе делать проверку машины будут не менять все фильтры масла доливать вот поэтому надо было сейчас ехать договариваться вызывать договариваться не надо не сами не позвонили сказали что когда они приедут не приедут заберут мою машину все сделают и приедут обратно мне надо было просто выяснить по цене что сколько стоит сейчас поехал выяснил все нормально я кстати в этом сервисном центре постоянно делаю свою машину но как делал проверки делаю на машину потому что это сервисный центр специально для kia как вы знаете у меня машина тоже kia sportage поэтому пусть они занимаются этим кстати я поехал не в ту сторону поэтому сейчас развернулся вот этот сервисный центр тут чередача кия сервис ниссан немного посмотрите что точнее не что происходит а как протекать жизнь в израиле напомню этот центр страны город берриаков сейчас будем ехать в решен лицо мне надо поехать немного подкупить кое-чего вот поэтому немного и решен лицо на захватим это стройки они потихоньку вернулись к работе им разрешили работать это в начале начальные начальные дни войны все стояло сейчас вроде бы начали стройки работать некоторые правда хотя нет эти стоят никого нет вон в впереди кран работает башни вот этот вот красно белый мы горьки не не еду слушаю новости потому что сейчас без этого никуда сейчас каждая минута важно знать что происходит я сейчас выехал с берегу иду на решение кто следит за моими видео постоянно знает что я по этой трассе бегал бегаю вот хотя сейчас я больше бегу опять на беговую дорожку потому что мне беговую дорожку сделали наконец-то и мне удобнее никуда идти не надо проснулся вышел на балкон на беговую дорожку и побежал куда тебе надо как я имею ввиду побежал по беговой дорожке тренировочку сделал и все вот когда 3 бега дорожка мне сломана то я бегаю здесь с берега в рамли с рамли в решение зон и обратно в берегу это решение зону же сейчас вроде бы израиль вернулся к жизни практически к полноценной люди отошли от шока первоначального сейчас посмотрим я еду как раз в магазин заодно посмотрим что почем по ценам все будет хорошо я еду сейчас магазин кэшитамим кто знает только магазин тут тоже собирают для солдат армии израиля магазине конечно народа мало вот 5 штучек пить 7.90 стоит вот такие вот булочки 14.90 вот такая вот банка огурцов в сторонах масло подсолнечное еще есть бутылок на эден 13.90 12.90 шеклет стоит тут бутылка полтора литровая 6 штук в общей сложности 9 литров кофе якобс вот такая вот банка 29.90 270 грамм вот такой вот наш кафе редмак 21.90 наш кафе тестер чойс что-то цены а вот цена хочу сейчас взять скотч виски глинфиди х хочу сейчас взять скотч виски глинфиди х пятнадцатилетние выдержки сейчас только уберу какой мне хочется взять цены на молочку 7.90 это такое молоко которое постоянно берут все цена на ботич цена на сметану цена на кефир цена на кефир цена на тунну 21.90 4 штуки лимон 7.50 авокадо апельсины немного я так сделал вам видео немного отвлечу от новостей вот потому что я думаю что новости конечно всем хочется знать что происходит но немного не бывает давят с своим наплывом потому что сейчас в израиле очень много новостей каждый день что то меняется и опять таки сам израиль не знаю сколько заложников находится в азии и периодически числа меняются потому что хамас не говорит точные цифры по данным на сегодняшний момент 220 заложников находится в плену двух пожилых женщин выпустили и если сказали если по два человека будут вот так вот выпускать каждую неделю то это займет очень много времени надо что-то решать более конкретно а не просто ждать пока не будут выпускать людей по одному по два человека немного сделаю вам так путешествие по израилю если это конечно можно называть путешествием просто еду по делам и показываю вам дорогу а то все последние мои ролики были связаны именно с новостями конечно здесь тоже будут присутствовать новости но то мимо новостей здесь еще будет просто что-то типа блога говорят что от новостей надо отвлекаться я конечно с этим утверждением согласен но как можно отвлекаться от новостей когда здесь такая довольно таки непонятная ситуация происходит это война в израиле как говорят что никогда такого не было со дня основания израиля что столько много террористов прорвалось на территорию израиля так много столько обстрелов столько заложников никогда такого не было это первый раз когда израиль столкнулся с такой ситуацией кстати опять таки напомню что не только террористы из азы угрожают израиля также те которые находятся вне израиля ливан сирия иран все короче угрожат и все обстреливают потихоньку и опять таки израиль никогда не был в такой ситуации а вчера вчера на пляже заким ближе к вечеру 8 8 7 водолазов палестинских было были ликвидированы потому что опять таки они пытаются опять прорвать границу или как-то попасть на территорию израиля хотя границу им уже прорвать не получится потому что постоянно патрулируется вот и они нам все ищут более и более изощренные способы прорваться в израиль и опять таки говорят что есть такие есть террористы которые до сих пор остались еще на территории израиля и их пока еще не обнаружили в израиле во время воин все дома у которых подъезды находятся на кодовом замке и всегда открывать дверь настя чтобы те люди которые находятся на улице и не могут добежать до бобоубежищ забегали подъезды и ищли бобоубежище этих домов и наш дом не исключение днем 25 октября к северу от эйлата это самый южный город израиля произошел взрыв по первоначальной информации речь идет о запущенной ракете из сектора аза несколько дней назад патрулировавший в красном море американский эсминец перехватил несколько ракет выпущенных в северном направлении еминскими хуситами ответственность за обстрел эйлата взяла на себя группировка хамас взрыв произошел на безлюдной местности в районе хевель эйлот время сейчас 15.10 и начались обстрелы приграничных секторуаза районов поэтому надо быть на стороже и не терять бдительность потому что террористы только этого и ждут вчера так же было тихо-тихо-тихо а потом массированные обстрелы по центру Израиля буду завершать свой влог чтобы не делать его слишком длинным Ам Исраэль Хай народ Израиля жив